Всем хай! С вами Юджин и мы продолжаем с вами гамать в Life is Strange 2. Пятый эпизод. Сегодня, прямо сейчас, мы с вами допройдем его до конца. Это будет концом Life is Strange. Именно самым финальным концом. Самый конечный конец из всех концов возможных. У нас с вами будет какая-то из возможных концовок этой истории. Не знаю, сколько их всего. 7, 8, 9, 10. У меня верно, что не супер много, но и не супер мало. Итак, Дэниел, Шон, ломанулись вперед к границе Мексики. Прекрасные виды. Прекрасные виды хоть как-то отвлекают нас от того тяжелого испытания, которое нам предстоит. Из... Короче, ладно. Короче, ладно. Я нервничаю, если честно. Я думаю, что игра поставит меня в такую ситуацию, где я сделаю какой-то выбор, о котором я потом жалеть буду. Я уже не знаю, как лучше поступить. Сдаться властям или все-таки пересечь границу. Почти на месте, да. Что... Что мы будем делать в Порто-Лобосе? Мы не знаем кого-то. Мы как-то враги. Как долго мы можем жить там? Заживем как короли. Это наш новый дом. Мы больше не будем скрываться. А... Что же лучше ответить здесь? Я даже не знаю. Это наш новый дом, наверное? Это наш новый дом, наверное. Это, что папа хотела, и я знаю. Так... Что мы будем делать для денег и что-то? Я найду работу. Я... Я найду работу, чувак. Это не будет тяжело. Ты, наверное, можешь идти в школу... Друзья, я даже не могу говорить в спецслужбе. Как я могу сделать друзьями или... ...как я ничего не могу говорить? Я научу тебя. Я... Я научу тебя, чувак. А как они без документов, без всего? Это круто. Ты входит везде, где мы идем. И мы тоже будем спускаться. Ммм... Может быть, это ошибка. Все, что мы сейчас делаем. Может быть. Может быть, если бы они остались там, на месте преступления, когда отца застрелили, и... Дэниелу бы точно ничего не было, мне кажется. Все, конечно же, свалилось бы на Шона. Но тут такой вопрос. Он уже столько всего пережил. Стоял под дулом пистолета. Столько ударов по лицу словил. Глаз потерял. И все это ради своего брата. Ради Дэниела. То... Ну, если он уже стольким готов пожертвовать. Прямо быть, стоило это сделать сразу. Именно отдать себя, грубо говоря, в жертву системе ради Дэниела. Он, наверное, просто испугался. Он тоже был юнцом, на самом деле. Ты сейчас на него смотришь и видишь уже более-менее взрослого. Он, смотрите, он рулит. Он рулит сам. Прикольно. Автопилот, круть! Как же поступать? Интересно, Шона убьют? Есть такая концовочка, нет? Нет. Вот. Питал Смотрите. Он же может по идее просто сломать этот забор, разве нет? Взять какой-нибудь булыжник и швырнуть Мама арестовали, все Мама, помогай Шаун, почему они арестовали маму? Почему? Чтобы они могли бы ей давать б**ть Но она не сделала ничего Тотовы должны уйти Я надеюсь, что так Почему они не могут просто оставить нас alone? Они будут, когда мы на этой б**тью Ну, на самом деле, да Просто пересечь, все Здесь никого нету Все в ваших руках, берите, вставайте на глыбу и летите Боже мой Что же сейчас произойдет? Да, ее должны, в принципе, отпустить Шаун Почему они строили это? Ну, ты знаешь Это срежка, чувак Стоп А где припасы? Где наши припасы? Мы что, без рюкзаков? Сейчас просто возьмем и пойдем? Это же самоубийство Попросить разрушить Или там был другой вариант Я не знаю Давайте, не тяните, пожалуйста Пожалуйста Свои девушки Остановите Справить Теме Режиссим Друзья, это тяжело! Я не могу! Все хорошо, возьми время. Стой. Фокусироваться. Сейчас полицейский сзади. Какого черта? Стоять! О, у меня геймплат так трясется! Жесть! Да-да-да-да-да-да-да! Беги! Все! 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 Хватит! Остановись! Достаточно! Бегите! Все, юрисдикция! Пару шагов! Постой. Постой стоимости. Все, что-то. Совершенно. Все! Все! Проспеция! Логови! Все! Пожалуйста. Пожалуйста. А, они должны проехать же. Вот они что задумали. Быстрее, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я думаю, мы просто должны войти и... Да почему не бежать? Я же жму бежать. Всё, нас сейчас обломит, жёстко обломит. Данил! Данил! Данил, говори со мной! Данил, говори со мной! А? Плечо задело, да? Нет, никак не сейчас. Данил! Нееет! Эй! Кто ты? Ты шутил моего брата? О! 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 О, Мы же американские! Американские, черт! Нет, это не легально, бросать стены. Это называется терроризм. Понимаешь? Мы же похожи на террористов? Мы выглядим как террористы? Мы просто дети? Не после того, чтобы бросать стены. Скажи мне план. Ой! Там не было отчета времени. Я хотел сказать, что мы не копы. Вы не копы. Я верю, что Портер Патролл имеет большой план для вас, мистер. Мадисон, давай! Мы должны с этим ребенком. Простите его! Простите! Простите его! Не двигайся! Что? Что это такое? Простите! Простите! Что происходит? Где, Спенсер? Он является с уходом сегодня. Почему? Простите, у нас есть, он знает. Уже, мы есть дело. Да, я слышал об этом. Это не происходит. Простите, Мадди. Простите, Мадди. Стоит. Пошли, Мадди. Стоит. Уже, мальчик. Он не все, не волнует. Стоит. Вы все вернули мне на станцию. Что? Вы kidding? Что? Что-то нет? Стоит. В мене. Что я сказал. А, блин. Ай, Христовый тоже. Ай, блин, вот это было сильно. Сильно. God is... Что? What? Нет. Вот эти придурки вот с той стороны. Что? 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 Мой отец много работал. Мой отец много работал. Успокойся. 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 Упокойся. Успокойся. 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 Какие люди ненавидят или нет, мы не будем дать тебе дай commis. Ты тоже в житель, слабый. Почему мы здесь с ними? Ты нашим нас. Мы помогаем тебе, богатый! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будут вопросы, надо будет отвечать быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, ну тут хорошо, вроде как относится к нам. Сломать? Нет, нельзя, нельзя, нельзя ломать. Нельзя ломать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто ждать. Просто ждать. Отсюда не выбраться, это очень... Это невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это всё-таки девка орёт. Не, ну то, что она говорит, конечно, полная чушь. Эту страну реально сделали иммигранты. Она вся состоит из них. И... У любой большой страны есть проблемы с иммиграцией. Естественно, приходят разные люди. Приходят хорошие, честные. Приходят плохие. Всё индивидуально. Интересно, мы могли выбраться отсюда в итоге или нет. Ладно, выбор сделан. Мерси боку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попить можно? Это успокоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дайте обопьёмся кофе. Я слушаю, мистер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это довольно-таки преступная сприка. Нужно верить, что дети могут делать сегодняшний день. Убить этого офисера в Сиэттле. Вандализируя комнатной комнаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу объяснить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это неправда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот оно Ну вот оно Ну вот оно Мы суперзолодеи Я даже не знаю Мы суперзолодеи Мы просто интересно что это Мама У него фонболка как у Халка Разорвана Жопа 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 Ну что теперь делать Субтитры делал DimaTorzok Окей, все Все, пошли Блин Огнетушитель Огнетушитель Да что Что мне Что мне Сейчас прибьет Нафиг Это все Это все на камере Не двигайся, я вернусь. Хорошо, но быстрее. Давай, Шон! Побежали, да! Ой, Дэни, Дэниел, шкаф. Машины наши? По сторонам, осмотритесь, прежде чем... Ладно. Счастливо, Шон, двигай! Ну, nobody is chasing us. Not yet. Emergency. There's an all-point bulletin for every unit in the area. Two prisoners, both teenagers, have escaped using violent force from the L-Ray police station. They are considered odd and dangerous. Repeat. They are... We still going to Mexico? Yeah. We got nowhere else to go. Что ты задумал? It's the 4th of July. Our... First one without a father. You're right. Remember... How... He was so in the firewoods... Every year? He always... Made us go too early. So we could get a good spot. I know. He was so corny. He said he was proud to live in this country. He said he was... Yeah, yeah, yeah. Где музыка? Где... Где что вообще? Вот. Ой, блин, я не знаю. Я не знаю. Мне вообще комментариев никаких нету. Я пуст. Все, что сейчас произошло, кажется таким... Мы опять сейчас вернемся к этому месту, да? Все, что произошло, кажется просто каким-то сном Что, уже заделали? Ой Почему не вернуться в то же самое место? Ну все, попец Лучше Сэр, гер ты из машины сломал Субтитры делал DimaTorzok 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 Promise me that you will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. I don't want to be separated. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Diaz. You know this is not a trap. You can trust me. Please, get out of the car. Come on. There's no way out. This is our last warning. Listen up. How does the story of the Wolf Brothers end? Oh, damn! Get out of the car! Now! Okay. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Никаким образом Если мы перейдем границу Есть шанс, что у нас У обоих будет хорошая концовка Либо у обоих будет плохая Мне очень хочется посмотреть Что будет, если они перейдут границу, если честно Мне очень хочется Мне очень хочется бороться, если честно До конца Вот чем мне хочется делать Сейчас Я думаю, что Я думаю, что именно это мы и сделаем Я не уверен, что это правильно Ничто из этого неправильно Не знаю Что? Я не хочу Я не хожу Я не хожу к кому-то Шард Огромка! Это слишком далеко Они сжигают на нас, Данил! Это единственный способ Данил! Угу! 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 Я счастливусь я 1993 если у меня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как это теперь объяснят? Я не думал, что вот таким образом всё произойдёт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, они его приняли. Они его приняли. По сути, да, ему можно легко скосить под жертву, типа брат его с собой тащил, тащил, всё это он сделал. Они однажды встретятся по-любому через много-много-много-много-много лет. Новый щеночек. Да ладно! Капитан Дух. Они, короче, сдружились с ним. Прикольно. Автобус чудесным образом не рухнул в озеро. Честно скажу, каким-то образом вот сейчас жители Бирвы Крик подписали петицию с требованием отремонтировать дорогу у озера. Каким-то образом... Мать! Каким-то образом эта концовка кажется для меня счастливой. Нам не показали, что кто-то из полицейских умер. Вроде мы никого не убили. И если кто умер, то тот придурыш... Придурышный чел. Я забыл его имя даже. Который... Наркоман. Который травку с нами вместе резал. 2023 год! А че с Шоном? Через шесть лет после событий на границе. Продолжение следует... Такой здоровый стал, офигеть! А-а-а-а! Нифига себе! И сколько лет он так будет под домашним арестом? Ну вот, это в принципе, по-моему, это такая достаточно положительная концовка. Она, конечно же, полностью противозаконная. Но в то же время она... Вот... Из-за всего этого недоразумения, что произошло в Сиэтле... Она выглядит сейчас очень даже хорошей. Это письмо. Это от Шона? И с мамой поддерживают связь. И Шон избежал... Несправедливого... Несправедливого суда над ним. Дэниэл Диллес, мистер и миссис Рейнольдс. То есть он избежал... Несправедливого... Несправедливого... Суда над ним. Который... Ну то есть все изначально... Изначально вот пошло против него. Причем... Кто это? А, это это... Кэссиди, да? И какой-то чел. Это Шон? Это был Шон? Братья-волки. Офигеть! Мне очень в итоге понравилась эта концовка. Если честно. Наверное, лучшее, что может быть. Вот странно, да? Я вообще не понимал, как поступать. Я нутром почувствовал, что надо бороться до конца. И вот так все в итоге обернулось. Мне кажется, именно... Мне кажется, это самая крутая концовка. Я, конечно... Сейчас... Я думаю, нам стоит посмотреть вторую версию концовки. Если мы вдруг решим сдаться. Мне просто интересно, что будет. Но мне кажется, что вот это наилучшее. Какой урок можно из этого вынести? Из всего... Я даже не знаю. Это так... Мне нравятся истории, которые берут общество. Берут правила, которые в нем приняты... Всеми. И создают ситуации, которые показывают, насколько правила несовершенны. Насколько устои наши несовершенны. И что бывают настолько разные ситуации, что... Реально, люди... Мы... Мы... Мы привыкли доверять авторитету. Сильных мира сего. Авторитету самого общества. Авторитету... Не знаю... Старших. Значимых для нас людей. Но... Вот такие истории, в том числе, показывают, насколько... Насколько на самом деле никто не знает, что вообще делать. Никто не знает истины. Все просто что-то пытаются придумать, но при этом никто до конца не понимает, что он делает. Все живут в первый раз. Несмотря ни на что. Какой там у них возраст и так далее. Рост. Авторитет. Статус. Все живут впервые в этом мире. И все просто наобум. Доверяя какому-то своему внутреннему чутью. Своему инстинкту. Просто совершают поступки. И именно это движет нашим миром. Мы создаем эти правила, пытаясь какой-то порядок сделать. Но эти истории доказывают, что это все на самом деле очень хрупкое. И на это стоит полагаться, но нельзя полагаться на это всецело. Потому что иногда это очень хорошо, но иногда это просто губит судьбу людей. Ваши судьбы, когда вы просто слепо следуете тому, что для вас установили. Я не к тому, что нужно нарушать закон и так далее. Нет. Я к тому, что нужно стараться рационально мыслить и стараться думать. Всегда стараться думать, анализировать. Хороша ли предлагаемая вам установка или нет. Конечно же, многие выводы можно сделать только прожив какое-то время, получив какой-то опыт. Совершив несколько ошибок. Только так можно понять, стоит ли вам всецело доверять системе. Или стоит все-таки пытаться что-то изменить, но в положительном ключе. Предложить какие-то более разумные выходы из каких-либо ситуаций. Здесь стояла речь о выживании. Даже все знаете, что есть такой закон о самозащите. Реально можно убить человека, если речь идет о самозащите. По-другому относится к убийству, если это состояние эффекта. Если доказано это. То есть, если вы... В случае с Шоном и Дэниелом, речь шла о выживании. Потому что очевидно было, что человека просто посадят на всю его жизнь. На всю его лучшую часть жизни в тюрьму. И он никогда не будет прежним. А он этого абсолютно не заслужил. Все, что мы делали на протяжении всей этой истории, мы старались... Мы никого не убили сами. Мы старались делать так, чтобы наш брат также выжил вместе с нами. Чтобы люди вокруг нас тоже выжили. За исключением наших врагов. Которые нас вели только по неправильному пути. То есть... И все равно, при всем том, что мы старались делать все правильно, хорошо. Нас все равно бы посадили. Система бы нас сожрала. Несправедливо абсолютно. Из-за предвзятости, предубеждений. И здесь, опять же, следуя зову выживания, мы поступили так, как поступили. Именно поэтому меня абсолютно устраивает эта концовка. Абсолютно устраивает в контексте конкретно этой истории, что произошло в итоге. Я бы не знаю... Я не знаю, как бы я вел себя, будь я там. Потому что это игра. Это, конечно же, игра. Это фикция. Она ничего общего с реальностью на самом-то деле не имеет. Потому что, опять же, нет суперспособностей. Вот. Не знаю, как бы я себя вел. Я бы старался, разумеется, поступать по совести. По справедливости. И исходя из ценностей человеческих жизней. Так, чтобы никого... Чтобы... Вокруг меня не было жертв. И в то же время я не оказался жертвой. То есть... Сложно сказать. Естественно, об этом даже нет смысла думать гипотетически. Потому что такой ситуации... Не может произойти. Вот. А если и может, то как мы можем понимать, как мы будем в ней поступать. Я доволен целиком и полностью. Как произошло. Как все случилось. Я надеюсь, что ни один полицейский не пострадал. Представляю, что вот в участке, если бы мы закрыли ту дверь сначала, а потом бы ящик фиганули на полицейских, то их бы просто пришибло шкафом и дверью. Вот так вот было бы, как между молотом и наковальней. Пах! Все. Расплющило бы. Так что, опять же, я действовал интуитивно, импульсивно. Но повезло, что никто не пострадал. Наверное, можно вынести такой урок из этого всего. Поступайте по совести, в первую очередь. Так, чтобы вы могли с этим ужиться. Наверное. Если это обернется каким-то кровожадным преступлением, то просто вас изолирует от общества. По совести и исходите из того, что вокруг вас есть люди, они живые и у них есть тоже свои судьбы. И... Представь, всегда ставьте себя в их шкуру. То есть, допустим, почему в случае с полицейскими, агентами и так далее, тут... Единственное, в каком случае нужно ставить себя на их место, это то, что их нельзя убивать, потому что они тоже живы люди, есть семьи, есть какие-то истории жизненные, судьбы и так далее, есть мечты. Но... В контексте их взаимоотношений с братьями, это полицейские. У них есть работа. Их персональное мнение здесь никакую роль не играет, а у них есть работа. Именно поэтому они часть системы в данный момент. А система пытается тебя уничтожить. Несправедливо. Короче, ладно, я пойду сейчас по кругу, уже чувствуюсь с этими мыслями. Давайте попробуем ускорить. Мне интересно, есть ли какое-то послесловие здесь. И, наверное, мы посмотрим ещё одну концовку. Потому что... Ну и впервые мы это, кстати, делаем. Мы, по-моему, так не делали раз в Life of Strange, но мне здесь просто безумно интересно, как всё это будет выглядеть. Мы будем смотреть, скорее всего, неканоничную концовку. Мне очень понравилось, что игра поставила меня в такую ситуацию. А, погодите, мы можем просто выйти. А, вы решили снести... Мне нравится, что игра... Как вы сказали? Мы решили... Мне нравится, что игра поставила меня в такую ситуацию, когда я точно не понимал, что я делаю. И заставила моё нутро вырваться наружу. Вот это мне понравилось. Такое редко бывает. И именно вот моё нутро вывело нас в такой концовке. Короче, вы решили снести заграждение, и Даниэль отказался. Отказался? В смысле отказался? Он сделал? Хорошо, 26%. Вы решили сдаться полиции, и Даниэль согласился. А, я понял. Всё. Это имеется в виду уже там, в самом конце, на границе. Даниэль мог остаться с нами, если бы мы учили его быть говнюком. Но мы... Мы воспитали хорошего парня, представляете? Мы воспитали очень крутого парня. И в то же время дали ему свободную жизнь. Блин, вообще крутая концовка. Лучшая! Вы решили сдаться полиции, и Даниэль согласился. Это самое распространённое. Вы решили сдаться полиции, и Даниэль отказался. Есть такая концовка. Нифига себе. Вы учили Даниэла стараться жить по законам общества. 66%. Прикольно. Вы искали сокровища и нашли спрятанный сувенир. Окей, вы держали на расстоянии... Держались на расстоянии от Кэрон. 18%. Мы были в меньшинстве. Мы сблизились. Ну, ладно, Даниэль сблизился. Тут ничего страшного. Вы не оставили письма для Кэрон. А, мы могли что-то оставить? Я не знал. Вы попрощались с Артуром и Стэнли. Вы попрощались с Джоан. Вы обняли Кэрон на прощание. 97%. Вы вмешались, чтобы успокоить Диего в камере. Да, мы в большинстве были. Вы не открыли камеры мексиканской пары. О, а... Да, да, да вы видели? Вы же видели, что там не было даже контекстного меню. Не всплыло ничего. Я не мог. Ну, ладно. Вы не освободили самоуправцев. Окей. Вы не причинили вреда самоуправцам. Охренеть! В смысле мы должны были освобождать эти полнейшие уроды? Может быть, они верят в какую-то там светлую идею чистой страны, но вы стреляете по людям. Они что, не видели издалека, что это дети? Они выстрелили хладнокровно в ребенка. Вы че? Сидите в тюряге. Итак, вы не просили Дэниела убить офицеров при побеге из участка. Офигеть! Дэниел получил выговор за скорпиона и перестал баловаться с ним. Да, большинство. Дэниел собрал скульптуру Джоанс по вашей помощи. Окей. Дэниел боялся причинить вред офицеру Кэмпбеллу. 66. Дэниел не просили освободить самоуправцев. Окей. Дэниелу не пришлось вымещать злобу на самоуправца. Хорошо. Дэниел оглушил полицейских 40%. Окей. Дэниела не попросили убивать полицейских. Как-то так. Сейчас будет что-то? Спасибо вам за то, что играли и путешествовали вместе с Шоном и Дэниелом. Спасибо вам, ребят, что играли вместе со мной и путешествовали также. Откройте страницу, купите еще, чтобы посмотреть другие игры из вселенной. Life is Strange. Мы уже все посмотрели, друзья мои. Все игры прошли от и до. Хорошо. Блин, как здорово. Играть. Эпизод пятый. Вот здесь есть какая-то 0-1, 0-2. Я даже не знаю. День независимости. Давайте, день независимости. Вот сюда, пожалуй, выберем. А что он будет учитывать? Ладно, неважно. Просто непонятно, будет ли он учитывать всю нашу историю. Почему они не поехали в то место, где они дырку сделали изначально? Непонятно. Остается откроет всем. Сейчас. Скоро. Яру я ее повторюсь. Вам решать. drinking тысяч дочам. Скоро. В ко мне здесь улучшить. events ш ax уков. Стонный день блистанием. Зат careful. Возвитель в воду. Это совершенно не говорю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. You're out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Diaz. You know, this is a trap. You can trust me. Please, get out of the car. Listen to me, how the police say. There's no way out. She's almost gone. 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 So, how is the story of the Wolf Brothers' end? Let's go out of the car. 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 Продолжение следует... 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 Пятнадцать лет, чувак, просидел. Представляете? Пятнадцать. Досрочно освободили, в общем, вам. Досрочно освободили, в общем, вам. Досрочно освободили, в общем, вам. Офигительный глаз, яичный. Ай. 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 Интересно, куда поехал Шон, не в Мексику или случайно? Ай. 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 Да. 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 Мы все это посмотрели. Всю эту статистику. Далее. Есть ещё получается. Два. Две концовки. Но мы их с вами не можем никак сейчас получить. у нас быстренько, ой, простите, потому что это надо целую игру проходить заново. Все, главное меню. Ну, в общем, эта концовка такая же сильная, такая же сложная, такая же тяжелая, как и предыдущая. По-своему она какое-то облегчение, что ли, наверное, внутри дает, но не знаю. То есть, видно, что у Дэниела тоже все хорошо, у него там и работа есть, я не помню, были ли Слимки с работой и с учебой до этого у Дэниела, по-моему, что-то такого не было, однако было видно, что он так же счастлив. Хоть и под домашним арестом, но там речь шла не о 15 годах, а о 6 годах. 6 годах в комфорте. И, наверное, в счастье, учитывая ту жопу, через которую они прошли, и у Шона тоже была возможность жить. И мы видели, что спустя 6 лет у него даже есть девушка. То есть, он смог устроиться, несмотря на то, что там в Мексике очень плохо, как он говорит, эти парочка эмигрантов. То есть, он, это... Я... И, несмотря на это, вот сейчас, вот в этой концовке братья все равно разъехались. 15 лет. Они выплакались в лесу друг к другу. И все равно разъехались. Потому что все, больше не будет никогда так, как прежде. Парень 15 лет жизни просто отдал в тюрьме. Просто потому, что система так потребовала от него. Ха-ха-ха, вот тебе. На, сиди. Мне кажется, свою жертву он и так принес в ходе всего этого путешествия. Вот это все просто добивание. И видно, что он вышел просто абсолютно сломленный человек. Видели, какой Дэниел был активный? Болтал, болтал. А Шон молчалив. Ну, его жизнь прошла. Осталось... Ну, да, сколько ему получается? И, допустим, ему было 18 лет, да, то... Ну, еще... Короче, ему уже больше 30. Ему ближе к 40. Уже скоро будет. То есть, ну, вообще жопа полная. Что-то кажется, что он в Мексику именно поехал. Ну, в общем, да. Как я сказал, мне больше нравится первая концовка. Оба начали с чистого листа. У обоих есть шанс. Она мне больше нравится. Что вы думаете, друзья мои? Если вы играли в эту игру и у вас получилась какая-то другая концовка, которую мы с вами не увидели, напишите, что там было. Довольны ли вы этим? Или вы посчитали, что вы полностью облажались в отличие от меня? А-а-а... Боже мой, это так эмоционально, так хорошо. Такая хорошая игра. Мы ждем следующих сезонов Life is Strange, следующих ответвлений, всего чего угодно, спин-оффов и так далее. Я жду. Я хочу. Я хочу, чтобы эта игра сопровождала весь мой канал на протяжении всей его жизни. Как это... Может, мы в Life is Strange играем, сколько канал существует? С 15-го года играем. Офигеть. Четыре года уже. Она идет вместе с нами. Крутейшая игра, крутейшая история. Большое вам спасибо всем, что были со мной на протяжении всех этих лет. Если вы были все эти четыре года со мной, это вообще офигенно. Это вообще охренительно и круто. я вас очень люблю, я очень вами дорожу, друзья мои. Я безумно рад, что у нас с вами до сих пор такие теплые взаимоотношения, такое взаимопонимание. И я... Это делает меня по-настоящему счастливым. И я знаю, что... Даже когда я чувствую полную неуверенность в себе, сомнения, когда я делаю что-то новое, новые проекты, вне канала даже, если я мысленно представляю, что вы... Вы меня поддержали, что вы поддерживаете меня, что вы одобрите. Даже если вам не особо понравится, вы, по крайней мере, одобрите мою попытку. Короче, я знаю, что есть поддержка. Я не начинаю с нуля. И за это я очень благодарен вам, друзья. Спасибо большое. Еще раз ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Будет еще много всего прикольного. С вами был Юджин. Плейлист Life is Strange всех-всех-всех частей будет в описании. Ну а мы прощаемся с вами. И всем, братская петюля, вы готовы? Вот она сейчас. Давай, поднимайся. Не льлись. Ага. Раз, два, три. О-па! О-па! Субтитровик И.